Ну что, начнём. И, в общем-то, я бы хотел как раз начать с освещения вчерашней встречи, потому что это была знаковая встреча для московской аудитории. Вчера в столицу приезжал младен Долаг или Долаг, один из крупнейших мыслителей нашей линей, сподвижник слова Жижи, один из сооснователей Лебедовской школы психоанализа. И интересный нам прежде всего тем, что вот к этой книге «Двойник» от Таранка он написал комментарий, послословия. И, в общем-то, тема двойничества ему не чужит. Он вчера представлял новую свою книгу, её перевод на русский язык, вернее, о феномене голоса. И там эта тема двойничества, как мне показалось, разлучала тоже весьма и весьма ярко. И, пользуясь случаем, я не только приобрёл новую книгу со вторым, выдающегося исследователя, но и задал он ей вопросы, вопросы, касающиеся непосредственно нашей темы. Темы двойника и тем, как это соотносится с феноменом Жудка. В общем-то, вопрос мой звучал примерно следующим образом. В книге от Таранка, которую он написал, но своего рода некий комментарий. Одна из основных тем, звучащих там, это то, что двойник пугает нас прежде всего размыванием границ нашего Я. То есть у нас появляется смутное сомнение в том, а где, собственно, мы? Где подлинник? И есть ли он вовсе? Если двойник даже действует. Мы не можем сказать, что это мы оригинал, а двойник это просто наше копия отражения. Вполне возможно, что двойником как раз являемся мы сами. И в связи с этим у меня был вопрос относительно его новой книги, в которой он разводит высказывание, речь любого типа. Он приводит и любовную речь, он приводит и речь политическую на две таких модальности он их делит. С одной стороны, это голос. Голос как то, что роднит нас даже с животным. Голос как на физиологическом стране. С другой стороны, это то содержание высказывания при помощи этого голоса, которое мы реализуем. Он приводил пример анекдот, когда итальянская армия на полях войны и генерал с красивым таким итальянским белькантовским голосом приказывает ему «Атап!» и никто не двигается с леса. Он несколько раз повторяет эту реплику и из солдат, которые так никуда и не пошли, из группы, доносится такой трепетный, восторженный голосок. «Боже мой, какой красивый голос!» Это тот случай, когда, понятно, что это анекдот, но он обыгрывает разделение, принципиальный разрыв между тем характеристикой голоса, которая нам свойственна изначально, которая, как отпечатки пальцев, запечатлена на нас, и тем, что мы пытаемся высказать. Обыгрывал это еще более жестко на примере имени, верификации нас самих. Это наше имя и это наш голос, как антагонисты принципиальные. И, в общем-то, мой вопрос сводился к тому, насколько можно корректно сопоставить тот эффект жуткого, который возникает от встречи с двойником в психоаналитических изысканиях, этого полно, и в романтической литературе, и вот это разделение на голос и содержание высказок, которое, подчас, как он сам утверждает, вызывает тоже едва ли не стичь ненавженство, когда мы замечаем вот эту разницу, колоссальный контраст, о мечтании, пропасть лежащая. И он ответил на это следующим образом, что есть случаи, когда голос как бы сливается с означением, обозначиванием того, что он выражает, становится ему едва ли не тождественным, но это те случаи, когда мы обезличиваемся как человека. То есть это стихийный ужас, когда мы можем свое отношение к нему выразить только криком. И в этом крике мы на самом деле ничем не отличаемся от животного. Это просто едва ли не физиологический прорыв нашего эмоционального состояния, которое выражается в крике, и этот крик, как я понял, это уже он мне говорил, он вызывает вторичную реакцию, продление ужасного за счет того, что мы понимаем, что опять же как и фигуре двойника размываются наши границы. Мы не можем в этот момент отдать себе отчет, что мы являемся человеком. То есть наше я расплывается, стирается. То же самое, что и происходит на самом деле с двойником. В принципе, двойничество всегда по нарциссизму проводят в психоаналитическом расследовании. Так что, в общем-то, параллель здесь есть, но если подойти к этому с нашей позиции, то есть младом это психоаналитик, отчасти последователь структуралистской школы, отчасти, потому что, на мой взгляд, он сейчас является достаточно самостоятельной и трудно подчисляем к какому-то направлению, но наш взгляд немножко иной, наш взгляд культуральный, и поэтому я бы сказал, та параллель, которую он провел, она скорее пройдет не по фигуре двойника, а по фигуре оборота. Мы рассмотрим эту фигуру тоже, я надеюсь, что у нас хватит время на основные базовые фигуры у жуткого. И я бы так сказал, что если мы можем каким-то образом вписать оборотня в структуру двойника, то нужно этого двойника выделить на четыре сектора. Это я и такое же я, которое ведет себя таким же образом, как я. То есть расщепляется только место нашего присутствия. Минимальный эффект жуткого должно на самом деле вызывать. А, либо максимальный, смотря по какой шкале это оценивается. с другой стороны, это я, и абсолютно такой же, как я, но который ведет себя совершенно ныноковым образом. Это то, что мы видели в прошлый раз на примере пражского студента в фильме «Вагенара». Главная роль «Вагенара». Ну, допустим, на эту тему могут быть всевозможные фильмы про роботизацию, про сознание могут привести в электронное устройство. Человек остается как бы самим собой, но утрачивает свою телесность. Нам остается как раз только его голос, по сути, в голос понимания товара. и последняя стадия, последний этот кирпичик, вот его и можно провести по ответу «Долара», это где я и другой внешне ничем не похожи, ведут себя совершенно различным образом, но по какой-то причине являются одним и тем же человеком, одним и тем же субъектом, человеком «Долара» очень чрезмерно фильм рассказан. И вот я бы сказал, что даже такая популярная история, как доктор Джекилл и мистер Хайт, она навряд ли может быть в полной мере проведена по изначально чистому двойнику. Это как раз в сторону вот этого уже пограничного двойника, который в сторону обыгры уже переходит. Опять же, отдельный совершенно концерт. Если какие-то вещи есть в культуре, есть долго, то меня интересует почему они появились и почему к ним поддерживается устойчивый интерес. И на этот вопрос всегда можно обручить очень ценные, важные для нашего понимания культуры ответы, если глубоко его изучить. И в общем-то сегодня я планировал приступить к неким таким уже выводам по двойнику, по крайней мере начать их, потому что до этого я вам давал такую информацию по большому счету разрозненную, это было сделано сознательно, потому что нужно было представить различные взгляды на эту тему, и так скажем, эта информация зачастую была даже противоречива, и это тоже сложно. Теперь состоит вопрос значительно более сложный, как это все вместе собрать, и каким выводом, используя этот корпус знаний, можно прийти. В прошлый раз мы с вами достаточно подробно нот вкладом в оба, он сейчас поехал в Петербург, будет читать там лекцию, книжки его можно приобрести, но голос есть везде, разумеется, большие подозрения в корректности его перевода, а вот 10 текстов, которые вчера продавали, их можно приобрести только в музей сновидей Украины. Если в Петербург поедете, то советую, так же, как и книжку собственного Тарамы, если она там еще есть. Книга очень сравна. Для европейской культуры это очень важная разработка. Вообще, наверное, изранка самая важная. Не самая популярная, но, наверное, самая ценная. Что касательно пражского студента. теперь, после того, как мы уже знаем сюжет, после того, как мы разобрались во всех перипетиях его, я бы хотел взглянуть на эту киноленту, не поддаваясь на логику его нарратима, а взглянуть совсем по-другому, так скажем, с некой непрямой точки зрения, и выяснить, что, собственно, на уровне структуры этого сюжета позволяет нам, какие выводы сделать о фигуре двойника. Повторюсь, я избрал этот фильм не случайно, не только потому, что это один из первых хорроров, возможно, первых хорроров истории, такой полноценный, но еще и потому, что этот фильм суммирует все романтические легенды о выводе. То есть он, по сути, является некой интэссенцией. Дело в том, что вообще, когда вы подходите к анализу произведения, нужно, конечно, сначала отдаться на волю истинного нарратива, на волю истинного презентации, то есть то, что произведение непосредственно нам говорит, а потом, конечно, хотелось бы взглянуть, как это работает структурно, то есть на истину левой презентации. И само по себе произведение может очень много о себе же сказать и сказать, так скажем, даже опровергающие факты вести относительно самого же, собственного своего нарратива. Нам кажется всегда, что мы говорим слишком мало, что нас не полностью понимают, однако, как показывает психоаналитическая практика, каждый из нас говорит всегда слишком много, то есть говорит еще что-то сверх того, что хотел бы сказать. И естественно, произведение искусства это касается тоже, его их авторы люди. Что можно найти в этом произведении? Первый, герои, как вы помните, в начале фильма являются некие темные силы, воплощенные образом Скопинелли, возможно, это даже некая фигура сатаны, врага, и он подписывается студентам контракт на продажу чего-то, что студент не ценил. Он сказал, что он может забрать все, что угодно, из комнат студента. Тот осмотрелся и не увидел ничего самого. Но, в общем-то, мог бы забрать и самого студента. Но он забирает что-то по-интересному, он забирает его отражение. И с этого момента, как нам говорит нарратив фильма, двойник, отделившийся от студента, начинает ему вредить. Он мешает его любовной линии с игр-линией, он не дает ему покоя в компании друзей, он преследует его всюду. И история заканчивается очень печально, как вы помните. Бальдуин убивает своего двойника и умирает сам. Но это лишь нарратив, который нам предлагает Эрес. А давайте взглянем на жизнь этого студента Бальдуина, изъяв из нее все, что будет связано не только с двойником, но и с мистической составляющей Крымска. И сюжет у нас будет тогда следующий. Бальдуин устает от бессмысленных путежей своих друзей, от домогательства лидушки и от отсутствия денег. От последнего он прежде всего переживает. Ибо фильм начинается с красивой такой реплики, что студенты в Праге ведут роскошную жизнь. Там действительно платежи, но у Бальдуина средства совсем другие, чем у тех студентов в Праге, которые ведут роскошную жизнь. и в общем-то мы видим его в сцене и появление Скапинали по сути на грани самоубийства. Он полностью подавлен, он разочарован жизнью. И именно тогда и появляется этот старичок, который предлагает сделать. Пока что на самом деле ничего не выходит за рамки здравого смысла, ибо это мог быть просто сможет жить. Почему-то Бальдуина это заинтересовал. это говорит о том, что он в общем-то на веране находится. После этого они прогуливаются с ним вместе, общаются, и Бальдуин видит сцену, когда графиня начинает тонуть в реке и спасает ее. И этот жест только усугубляет его положение, потому что его приглашают в замок, где он, во-первых, знакомится с женихом графини, то есть он понимает, что она несвободна, а во-вторых, он видит просто тот колоссальный контраст который есть между этой жизнью. Это еще высший уровень, чем тех богатых студентов, которые им надоели после того, что им было не по карману. Здесь уровень вообще топовый, абсолютно невозможный, потому что это еще и аристократик. А речь идет о начале 19-го века. Это не начало 20-го, фильм снят в начале 20-го. Сюжет у нас около 1820-го года происходит. Вальдуин понимает, что на этом празднике жизни ему нет места и возвращается к себе домой. Вот этот момент, когда у него исчезнут такие изображения, его отражения, он по сути попадает в ситуацию ту же самую, с которой начинается нарратив о Фаусте. Фаусте бьет. Он на грани, чтобы свести счет к жизни. И в этот самый момент в общем-то и начинается вся мистика. Дальше мы можем спокойно весь этот нарратив пропустить, потому что он полностью завязан над двойником и перейти к тому моменту, когда развязка становится более чем реалистична. Когда он убивает двойника, двойник исчезает, у Вальдуина появляется изображение в зеркале, все опять стало на свои места. И с этого момента мы можем опять продолжить наш рассказ, что мы видим. Вальденс вводит счеты жизни и умирает. И кажется, если верить Аверс, что это все поздние двойника и договоры с дьяволом. Но так ли это на самом деле? И не выполнял ли двойник защитную функцию? Функцию оберега подробную в этой самой ситуации? И чтобы в этом разобраться, нам придется понять, откуда вообще двойничество в европейской культуре происходит. Вероятно, первым двойником в истории является душа человека. Душа, как копия тела, она была создана, придумана, с целью защиты от смерти и при наличии души смерть тела не означала полной смерти, но лишь частичную смерть, то есть смерть в этом мире. От потальности же смерти нас эта душа, этот двойник защищала. В чем здесь проблема? Проблема следующая. То есть сказав А некое, мы должны сказать некое символическое Б, и спустя определенное количество времени, а скорее всего одновременно, просто не одновременно осознавалось это, удвоение нас стало работать в противоположном направлении. Не в качестве защиты оберета, а в качестве того, как раз, что предрекает смерть. Именно таким становится фигура двойника прежде всего букву романтизма, и в данном случае будет наиболее показательно просто проанализировать само слово. Добельгангер, которое есть, использует сейчас уже во всех языках, даже в русском, без перевода, оно означает буквально «ступающий по следу». А в русском есть языке совсем другое слово. Слово «наследник». И в некоторых традиционных культурах на самом деле «наследие» принималось в прямом смысле слово след вслед становились. Оттуда собственные названия. И в общем-то это монобры очень может нам прояснить для того, что в традиционных обществах сын, принимая наследие, становится реальной омоложенной копией отца. То есть там индивидуальности нет. И как раз это омолаживание, это копирование, двойничество не воспринимается там негативно. И выполняет какую функцию? Защиты от смерти. Но защиты от смерти рода. Ту же самую первой но менее индивидуализированы. И в данном случае, когда мы говорим о 19 веке, прежде всего 18-19, когда появляется субъект нового времени, когда появляется современный субъект, по-первых, упразняется место зла. Это мы обговаривали на прошлых лекциях. То есть зло, в него перестают верить как в часть реального мира, упразняется место зла, то есть ад и фигура врага, то есть сатаны. И именно с этого момента жуткая, как эстетическая категория, а я даже сказал, как категория нашего мира в принципе, начинает набирать колоссальные обороты. Почему это происходит? Потому что, когда зло было включено в символическую модель нашей реальности, у него было место, для этого были инструменты, чтобы с ним бороться. Не значит, что когда люди видели призраков, как японцы, что они их прямо так сильно уж боялись, были механизмы, как с ними справиться. Нельзя справиться с тем, чего не существует. Если вы уверены в том, что зла нет, у него нет места, то у вас нет никакого механизма, чтобы что-то ему противопоставить. И таким образом вот это ничто обнуление категории зла превращается автоматически в всё. Оно становится тотально. Естественно, распространяется хоррор, этот жанр и жуткое феномен. Прошу обратить внимание, насколько мало было аналогичного продукта, что в мысли, что в литературе, других формах искусства до XVIII века и насколько много в наши дни. Это именно такое колоссальное крышенто в сторону жутков. Но не нужно думать, что это обязательно плохо или хорошо. Это определенная черта нашей эпохи, которую я попытаюсь максимально подробно проанализировать. и вот что любопытно, абсолютно неважно, верим мы в призраков или не верим. Важно то, что в нас есть та часть, которая принимает любую символическую фигуру, как некое абсолютное высказание. И у нас и появляется этот самый двойник, который в любом случае принимает жутко, как существующая. У Фрейда в работе по остроумии есть совершенно потрясающая фраза, она вот как раз раскрывает эту мою мысль. Он говорит о том, что он не только не верил в призраков, но и не боялся их. Вот эта идея о том, что мы можем сколько угодно в них не верить, мы боятся, потому что боимся не мы. Не те мы, которых мы считаем себе подконтрольными. То есть этот двойник на самом деле появляется в нас самих. И мы пугаемся фигур хоррора, двойника, оборотня и так далее не потому, что верим в них, а потому, что бессознательная часть нас даже не ставит такой вопрос в принципе. Она принимает любую символическую фигуру кажданности. И здесь опять же вернувшись чуть-чуть назад в историю, можно сказать следующее. С 18-19 века, когда сомнения в бессмертии души стали повально проникать в умы, а сакральная утрачивает свое значение перед светской, то, что ранее выполняло функцию удвоения во спасение, то есть душа как копия тела наделяется совершенно иным амплуа, темной, инфернальной фигурой допикангера двойника. Душа это то, что позволяет нам быть бессмертными, а наше тело, которое мы как раз и ощущаем прежде всего как себя, и вы, оно нам обротите, оно является лишь временным удвоением души. И вот тут эта фигура и может перевернуться то, что будет ужасать романтика. Потому что мы, то, что дано нам в опыте, то, что мы считаем собой, является на самом деле двойникалом души. Не она является двойником тела. Она бессмертна, она первична, тело вторична, тело временного. И зачастую, в общем-то, даже бессмысленное. И не только с точки зрения бессознательного, но с точки зрения даже некоторых конфессий, тему-то неизвестно. То есть страшит в двойнике нас. Во-первых, то, что он ставит под сомнение необходимость нашего существования, то есть наша уникальность, а во-вторых, ужасает нас предположение, что на самом деле двойником можем оказаться как раз мы, а не он. Это обыгрывается вплоть до каких-то самых новых киновников. понимаем, что главный герой как раз оказывается военником. И это шокирует даже его самого. И на самом деле, как бы ни казались, эти вещи противоположены с душой, они очень-очень тесно связаны. Они, в общем-то, вытекают из одного и того источника. и я повторюсь, что не пытаюсь обосновать концепты души с точки зрения религиозных каких-то представлений, тем более, что в разных религиях совершенно различные. Меня интересует это исключительно таким образом, как может быть понята фигура души, исходя из логики того, что мы называем, ну, даже не бессознательно, а не кем-предсознательно начали. Того в нас, что мы не осознаем. Ибо под бессознательным с большой буквы все-таки без психоанализ подразумевается нечто и мая. Вот вам собственный двойник. То есть двойник появляется тогда, когда исчезает стопроцентная вера в душу. Это с одной стороны. А с другой стороны, когда субъектность человека становится на путь индивидуации и предшествующая модель наследования становления копией предкой своего рода начинает пугать. Когда появляется процесс, который аналитической психологией называют индивидуацией, когда он выходит на новый уровень, когда человек пытается, по крайней мере, позиционировать себя как некая уникальная единица, естественно, вот эти две причины они сливаются в единый поток и мы получаем на выходе фигуру ужасающего двойника, который на самом деле продолжает свое существование независимо от нас и в общем-то выполняет те же самые функции. я бы даже так сказал, что жутко рожденное из осознания современным субъектом ужаса растворения индивидуальности в традиционном обществе выливается в фигуру двойника. Это садмайс. Ведь двойник указывает на то, что мы не уникальны, таких может быть мы одного увидели, может их миллионов. Особенно актуально стало уже в 20 веке, когда создаются концепции двойничества клонирования. Тысячи миллионов взаимозаменяемых таких поделиться. С другой же стороны, то есть жуткое сливается с двойником, жуткое порождает двойника. С другой стороны, двойник, который ранее был опотропной защитной функцией, по сути противоположной фигуре сатаны занимает ее место. Двойник становится врагом. А напомню, что сатана и дьявол на греческом и на еврейском это дословно переводится как враг. Противник. Именно этим противником становится двойник. Тот, кто раньше был абсолютным союзником. Вот эти две волны жуткого и двойника, которые раньше были представлены, но не пересекались, на рубеже 18-19 века пересекаются и сливаются по сути в единую такую линию, в которой отделить одно от другого уже практически невозможно. Жуткое, как вы помните, из прошлых наших лекций родилось, потому что ченом зла утрачено свое место. Исчезла вера в ад. Локализация зла исчезла, а это значит, что зло скоро завезти. Ага. И если смотреть на вот эту описанную ситуацию с дравом, то можно увидеть, что на самом деле в этой тенденции казалось бы очень негативной, над которой можно очень много плакаться по-падрияновски так, есть определенный исцеляющий шаг. То есть когда зло обретает мифическое место, это на самом деле всегда позитивно. Потому что, во-первых, оно включено в определенную логику, скорее символическое пространство, нам другого не нужно, его в другом и нет. Но это когда оно обретает логику мифическое фигуре двойника. когда же зло обретает свое бытие в фигуре реальной, мы имеем, конечно, нечто совершенно катастрофическое. И в данном случае можно вспомнить все самые ужасающие катастрофы двадцатого века, потому что зло, обретающее место в реальном пространстве, вырождается в ксенопопии. тот же эверс здесь абсолютно не случайно нами был использован, проанализирован. Автор этого фильма в двадцатые годы дарился национал-социализм. Даже настолько глубоко погрузившись в исследование двойничества, эверсу не удалось избежать вот этой ладушки. Когда мы зло персонифицируем, когда мы его персонифицируем мифической фигурой, оно безопасно. Когда мы его персонифицируем фигурой реальной, оно несет самые-самые разрушительные последствия, потому что злом становимся мы, пушка-двореник всегда мы. Вот в чем дело. Естественно, национал-социализм не верит в двойника романтического больше, а находит этого двойника вовне фигуре еврея. Со всеми вытекающими наследствиями. В общем-то, сама судьба эверса показывает, что когда мы начали поиск двойника вовне, мы его найдем всегда еще раз и еще раз. И в итоге сам эверс, будучи геем, попал под раздачу. И изначально едва ли культовая фигура для нацистской Германии превратился в бедного и никому не нужного писателя. Еще хорошо, что в концлагерь не попал. Не просто превратился в бедного писателя, но по окончанию войны, когда он уже умер, естественно, его имя стали еще позорить, и позволят зачастую до сих пор, потому что он приложился очень серьезно в французской пропагандии. Вот как работает этот механизм. Понимаете? В чем вся прелесть? То есть узла не должно быть конкретного места. У него не может быть и отсутствия места. Отсутствие места всегда по-моему всему. Так работает наша психика. Нисколько и все это одно и то же. И этот, так скажем, миф, как мне кажется, очень показателен для раскрытия этой проблемы. Но есть еще одна очень интересная ситуация. Я сказал, что двойник по-прежнему выполняет защитную патронную функцию, то есть по-прежнему является душой оберегом нашего тела, защищающим нас от смерти. И вполне правомочен был бы ваш вопрос, только что фильм показывал, анализировал в прошлый раз подробно. Какая уж тут защитная функция. На каждом углу выскакивал и мешал жить героям. Это так и не так одновременно. Дело в том, что есть такая интересная вещь, как бред преследований, в котором действительно появляется фигура двойника, не всегда она персонифицирована, не всегда речь идет об аутоскопии, не всегда речь идет о том, что человек видит этого двойника, но в общем-то логика там то же самое, потому что двойник, как мы помним из самого этого фильма в конце, что там написано, что всегда буду с тобой и сяду на твою могилу. Неточная цитата из Бюса сейчас просто пересказан буквально. Кто всю жизнь действительно может с нами прожить и видеть все нашими глазами? Только мы сами. Вот в чем дело. Это раскрывает нам определенные карты, позволяя проинтерпретировать и понять этот сюжет глубже. Есть такое заболевание, то, что называется отклонение психическое, как бред преследование, он может быть эпизодичен, он может быть в хронической форме, когда человек не может от него избавиться. И, в общем-то, все сводится к тому, что некие они или эти за человеком этим всегда следят. Это могут быть спецслужбы, инопланетяне, которые из розеток прослушивают его, квартиру, которые преследуют его везде, угрожают его жизни. Это очень важный момент. И этот враг становится действительно вездесущим. Он всегда присутствует с человеком. Почему я это провожу по двоинничеству? Потому что этим врагом, этим следящим взглядом является естественно взгляд самого человека. И не так давно даже у меня был реальный случай контакта с такого рода субъектом, когда я делал ремонт в одной из квартир, глава строительной этой бригады, очень адекватный, компетентный такой русский специалист, рассказывал о том, что в этом же доме ему постоянно заказывает один клиент установку дверей. Сначала это сводилось к тому, что двери каждый раз утолщались, старались крепче, 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 потом ситуация усугубилась. Знаете, здесь же логика это следующее, это исцеляющее средство, но это то средство, которое не может привести к позитивному взгляду, а мы отцедуальчивы фатальному разведу. И в общем-то закончилось это все печально, субъект стал заказывать двери за дверью, сокращая свое жилое пространство, оно все время уменьшалось, 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 на все окна, естественно, металлические мешотки, но как механизм снижения работает, он вообще безупречен, он вывешивал из окон такую-то одежду, свою же, на веревочке, а потом это было для него наглядным подтверждением, что к нему кто-то пытался пробраться. Речь идет о том, что человек действительно делает что-то, что он не будет помнить и воспринимать, чтобы потом воспринять как врага, который его преследует. И любопытная развязка этой истории, которая фатальна, человек погиб и его сбила машина. То есть речь идет о том, что вот эта иллюзия слежения, его якобы внимательность ко всему, это внимательность исключительно к внутреннему миру. Внешне он ничего не замечал, он не так в машину не смог заняться, который его сбил. Сбил нас. И вот эта история, она как бы очень-очень, на мой взгляд, хорошо раскрывает фигуру двойника и как бы это ни показалось парадоксальным, мне кажется, что вот эта история демонстрирует как раз незлокозненность фигуры двойника. Почему? Дело в том, что такие люди при помощи бреда, преследования, на самом деле продляют себе жизнь, они сохраняют ее. Человек изначально рождается в детстве и кажется ему, что он центр вселенной, о нем заботится мама, папа, или не заботится, ему хочется, чтобы это происходило. и постепенно, взрослея, когда он входит в жизнь, он попадает в ситуацию того самого индейца Джо из анекдота, который неуловимый индейец Джо, его не может кто поймать, потому что он никому не нужен. И человек не готов принять тот факт, что он этому миру абсолютно безинтересен, он абсолютно неуникален, в нем нет ничего такого, что могло хоть кого-то заинтересовать. И вот это, так скажем, позиция, абсолютно невозможная для его принятия, выворачивается неким исцелением в другую сторону. Он выдумывает себе тех, кто интересуется им чрезмерно. Он становится центром мироздания, от него зависит едва ли не сохранность всей нашей планеты, и он вступает в поединок с этой колоссальной армией спецслужб, инопланетян, кого угодно еще. Он замыкается в каменной башне на рисунки художника, архитиста, под псевдонимом Акрон заботающим. И таким образом вот этот бред преследования, он выполняет апотропную функцию. Он отсрочивает неминуемого кончения, он отсрочивает этот лотальный разрез. И как мне кажется, фигура двойника в кинолете, пражский студент, выполняет достаточно близко двойника. То есть там нет ничего такого, в чем мы бы могли заподозрить разрушающее влияние двойника. Если вы помните, мы вырезали весь фрагмент относящийся к двойникуру, пересказали ту же самую историю, без всякой мистики, и она пришла к тому же результату. Полностью разочаровавшись в жизни, не имея следств к существованию, главный герой покончил с собой все. И после этого конец киноленты, которая демонстрирует нам двойника, сидящего на могиле главного героя, напомню, там очень важная деталь, про которую обычно забывают. Там написано имя варьба. В этом смысле здесь двойник в ходе этого фильма является всего лишь именем, которое переживает этого героя, и опять же, не столько переживает, сколько ему хотелось бы, чтобы она его пережила. Чтобы, по крайней мере, на его смерть хоть кто-то, чтобы он реагировал. Но мы видим, что на могиле, на этой его могиле нет никого. Там есть только его двоих, только его имя. Это как раз опять же тема двойничества. Возвращаясь к долам, как нашим представителям являются имя и голос. Голос у них время осталось. И, по крайней мере, герою хочется, чтобы она осталась. Так что я бы даже сказал, что и как в случае с кинолентой Эверса, и как в случае с примером из бреда преследования, двойник делает этого героя на время счастливым. Потому что он, во-первых, отсрочивает фатальную развязку, а во-вторых, экстериализуясь, то есть проблема становится не внутренней, а внешней, она хотя бы как-то претендует на возможность разрешения. Нет нечто непреодолимое, его определенные свойства, его ситуации, то есть они непреодолимы никак. Они экстериализуются в фигуру врага, с которой кажется, можно хоть как-то справиться. Естественно, чем дольше этот процесс длится, тем в большей степени он понимает, насколько это безысходно, но он изначально находился в еще более безысходной ситуации. Фигура двойника отделяется, она действительно становится сначала незаметной, потом расширяется, пока не займет всю позицию, с которой он начал, пока не обретет всю полноту отчаяния того момента, когда фигура двойника появилась. Абсолютно та же функция защитная, что и функция души, когда нам дается второй шанс, переворачивают еще раз песочные часы, уже полностью полные, они становятся пустыми. И лишь когда второй раз нижняя чаша заполнится, тогда произойдет фатальная размязка. Смещается не столько получается роль, которую выполняет двойник, сколько наш взгляд на него. Почему он смещается, про это я уже говорил на прошлой лекции, потому что меняется, отсутствует, так скажем, место зла, мы не признаем зло, абсолютное зло, и его не осталось. Ну, естественно, я не призываю вас верить в зло, я в прямом смысле этого слова, символическое значение. Но на символическом уровне на самом деле вещь очень-очень и очень полезная. Но безумие может выполнять играть, так скажем, с человеком в игры о двойничестве немножко с другой стороны. То есть если ситуация с Байдуином может быть проведена нами по аутоскопии, то есть видением себя то с одной, то с другой точки зрения, то есть нечто противоположное. То, что именуется обычно синдромом Стендаля, то, что в нашем понимании, в нашем измерении, а не клиническом, можно провести по негативной аутоскопии. То есть растворение себя в чем-то, либо в ситуации, либо в произведении искусства. Синдром Стендаля прежде всего в произведении искусства. Когда человек теряет себя. Каким это образом может коррелировать с темой двойничества, нам поможет разобраться кинолента Даррио Арджента с одноименным названием. Это очень известное Джало. Джало это у нас такие итальянские фильмы на стыке между триллером, детективом и фильмом ужасов. То есть если на севере от Италии и Европы подобное темное кино называется муаром, от черного слова, то здесь это от слова желтого. Что как раз показывает отсутствие некого универсального цветового соотнесения с жанром. Даже в нашей дне. В Дарри это желтый кинолент. Что происходит в этой киноленте? Я не буду рассказывать весь сюжет, ибо тогда будет интересно смотреть. Я остановлюсь на тех моментах, которые нас будут интересовать. В фильме играет главную роль дочь Дарриа Арджента, Азия Арджента, одна из лучших ее ролей, на мой взгляд. Она играет детектива, которая расследует дело серийного убийцы, судя по всему, с психическими отморениями. Но у нее синдром Стендаля, о котором она не догадывалась, который очень ловко обыгрывает преступника. Она не может находиться в окружении произведений искусства, и как оказывается, ситуации острые из жизни на нее производят аналогичное впечатление. Она полностью не растворяется. И одна фраза, которую она говорит почти в конце фильма, указывает как раз на связь с двоевиком. она говорит о том, что убийца все знает о ней и оказывается всегда наперед, на шаг вперед, чем полиция и чем даже она может себе подумать. А как мы уже с вами выяснили, все знает о нас, прежде всего все знаем о себе мы сами. И в общем-то это хорошая подсказка к пониманию той коллизии. у Арджента как правило структурно фильмы мы думаем всегда, что пытаемся понять, кто является убийцей, у него это часто решено за счет двух фигур просто. Что мы фигуру одного объединяем совершенно на разные вещи. Действуют разные выставки. Поэтому все и не сходится. Поэтому у кого-то из них может быть аллергия. Гарантировано. Потому что это не один человек. И здесь примерно то же самое происходит, но значительно глубже, чем во многих других его кинолентах. Потому что если в случае с Бальбрином тот убивает своего твореника и убирает сам, то здесь происходит все наоборот. Как раз героиня этого фильма убивает этого маньяка, преступника, насильника. Но в этот момент именно он и становится бессмертным. Мужа в мире. То есть эта фигура продолжает спокойно существовать. И собственно убийцей и продолжателем его начинания становится она. И здесь конечно тоже можно было бы порассуждать на тему того, насколько это важно с точки зрения защитной функции или психики. Что это тоже механизм исцеления. Другое дело, что это не значит, что это здоровая психика. Нужно понимать, что естественно травмированная психика она лишь пытается компенсировать то, что привело бы к полному разрушению. защитная любая болезнь это тоже выздоровление какое-то, которое позволяет хоть как-то субъекту существовать в мире. Это тоже защитный механизм. И то есть даже в такой форме того, когда двойником двойника она становится. То есть по сути двойником своего врага. Даже в этой форме двойник выполняет защитная так что как в киноленции Эверса двойник мы уже выяснили. Он ничем не мешал главному герою. Будь-то он скорее помогал ему. Он мог осознать, что ни он никчемен, ни он не сможет никогда дотянуться до уровня графини. Там аристократическое общество, он вообще без денег. Эту фигуру вполне конкретно за которую можно по городу побегать. от которого можно прятаться. Все становится проще. Там ставятся изначально проблемы, по сути, еще нужно понимать, когда фильм поставлен. Это же самый пик бурлений коммунистических, социалистических настроений по всей европей. Это противостояние богатых и бедных, которое на самом деле нерешаемо. Как показали все социалистические революции, не может быть решено таким образом. конфликт, мы видим конфликт, который не может быть решен никак. Конфликт между, простейший конфликт, между богатыми и бедными. И внутри этого конфликта развивается мифическая ситуация, которая как раз спасает от видения этого тотального раскола, который не мог быть решен. Героя обречен изначально. Либо на свое существование никчемное, либо на смерть. Ну, двойник лишь подарил ему надежду на то, что эта ситуация может каким-то образом разрешиться. И есть еще одна чигура двойника, чигура наиболее нам близкая, чигура, с которой вы сталкиваетесь ежедневно. И в связи с этим я бы хотел обратиться к трудам двух мыслителей. Один жил раньше, другой позже. Один считается последовательным второго. Якобы фреймом арксизм. На самом деле, как мы выясним, скорее очень вольным интерпретатором текстов кернат. Сигмунд Фрейд в своей работе, которая на русский ужаснейшим образом переведена недовольство культурой, недовольность культурой, есть целый ряд переводов, все названия не удерживают никакой критики. Болезни культуры, на самом деле культура ему была достаточно глупа быть недовольным, без нее нет ничего. В общем-то в этой книге именно об этом и говорится. Он показывает некие сложности противоречия. Неудобства культуры. Неудобства культуры. Я перевел скорее на русский наверно нужно было переводить как противоречия. Все-таки есть некие вещи, которые нужно переводить на дословы, чтобы было просто понятно вообще о чем. Неудобство может быть наиболее корректно. действительно это перевод как раз потому что спрейд показывает на некую стесненность положения субъекта внутри культуры, но нужно понимать, что самого субъекта без культуры не может существовать. Мы уже с вами выясняли на одной из прошлых лекций, что именно фигура двойника фигура нашего отражения и организует нашу субъектность. Здесь немножко все сложнее. Спрейд говорит о том, что изначально человек спрямится к свободному выражению своего либидо, своих сексуальных желаний, и однако входя в чертоги культуры, можно сказать цивилизация. Достаточно головой эта культура понимается. Поэтому не случайно там появится слово у маркозов цивилизация. Так вот, входя в чертоги культурные, человек вынужден получать целый ряд травм, травм ограничений, которые позволят ему существовать в этой культуре. Он получает колоссальные ограничения, по сути, становится некой марионеткой, но другого в общем-то ему не дано. Это не тот момент, над которым нужно дискутировать, а хорошо ли или плохо. В общем-то, эта работа демонстрирует некое противоречие между индивидуальностью и тем, как эта индивидуальность может функционировать в обществе. Но, неправильно поняв Фрейда, я бы даже сказал, относить к таких крупных фигур нельзя говорить, что он его неправильно понял. Хотя, конечно, это так. Но, так скажем, достаточно войлопроинтерпретировал Фрейда. Герберт Маркузе в книге знаменитой «Эрс. цивилизации» середины XX века предлагает концепцию революции. Он говорит о том, что нужно сбросить все преграды, все ограничения, запреты, и человечество перейдет в некую новую эру. Эру без подавления, где новые законы будут устанавливаться уже по логике самого эрса. То есть, они будут уже не столько законами, то есть, ограничениями, системой мер ограничений, сколько силы притяжения и отталкивания, которые можно наблюдать в физике. Что поначалу может все идти не так, но эрс, как стихийная сила мощнейшая, организующая все и вся, в общем-то, он рано или поздно все устанавливает, и это будет просто общество нового типа. И, в общем-то, в этой концепции все было хорошо, кстати, сама ее попытка реализации не привела ни к чему. Во-первых, с этого не вначале начали. А были попытки реального этого творения. И это уже о многом говорит, говорит о том, что, во-первых, в это мало кто поверил, а во-вторых, это было мало кому нужно. Это важно. Но самое важное, что в этой концепции не учитывается один факт, что запрет это и есть основной двойник, а двойник это алверяк. И запрет выполняет защиту. Не то, что вам нельзя запрещать в огонь руку положиться. Не такой запрет выполняет защиту. Любой запрет. Запрет как такового. запрет и есть эта самая наша душа. Дело в том, что именно запрет берет на себя роль того, кто крадет у нас наше наслаждение. То же самое, что в фильме Энерса двойник воровал наслаждение главного героя. Именно он мешал ему соединиться с графиней. проблем это глубже намного. А проблема в том, что само наслаждение является не человекоразмерным. Оно для вас абсолютно недоступленное. Вот в чем дело. И, естественно, когда перед ним стоит запрет, запрет берет на себя ответственность за эту наслажденность. Это экстериализированный враг, причем на символическом уровне, а не на реально безвредный правильный, хороший. И если в данном случае можно сослаться на концепцию Жака Лакана, который многократно указывал на то, что наслаждение человеку недоступно никаким образом. Немножко пройдя по тропе наслаждения, человек сворачивает не за запрет, сворачивает сам, потому что дальше идти он просто не может. Никак. Это называется прибавочное наслаждение. и в хоррор-жанре и в кино и в фильме это, в общем-то, и блистательно продемонстрировано у Клайва Баркера в оставшеме заде, где наслаждение демонстрируется в прямом смысле слово разрывание тела. И это разрывание приравнивается к наслаждению. Я бы сказал, что вот эта метафора, представленная у Баркера, это, в общем-то, едва ли не лучшее выражение о знаменитой празе Латана сексуальных отношений не существует. Потому что человек не единичен. Он состоит из фрагментарных частичных объектов. И идя по пути наслаждения, который увеличивает электризованность, мощность этого напряжения, человек просто разделяется на составляющие фрагменты. он не может удерживать все это под контролем я. Он не один. Я иллюзия. И это более страшный двойник, потому что это двойник как раз множественности. Двойник клона. Поэтому, конечно же, от этого двойника безумия, множественного безумия, конечно же, нас защищает прямой двойник запрет. Запрет позволяет нам не осознавать, насколько мы ущербным наслаждением. Потому что мы не сможем дальше пройти к нему. Мы можем дойти до какой-то предельной границы, дальше наслаждение идет уже, просто оно выходит за пределы нашего возможности. А тут это смерть. Это путь смерти. Естественно, человек делает петли такие, набеги, как бы уворовываем наслаждением запрет. И этот запрет спасает человека. Вот в чем основная проблема книги «Эра социвилизация», потому что Маркузе не учитывает двойничество запрета. То есть запрет это та же самая душа, потому что в общем-то и то и другое выполняет функцию защиты нас, как я. В традиционных обществах, как то я, которое может заменить я отца, в современном обществе, якобы уникальное, индивидуализированное и все такое. Понятно, что это все абсолютный вред, индивидуализированность у нас ровно ноль, именно это и пугает сама возможность этого. То, что мы можем оказаться даже двойником, двойником. так что, как мне показалось, эту тему мы сегодня достаточно хорошо проработали, обсудили. Я понимаю, что если бы я читал просто лекции, лекции некие подготовленные, струклированные, воспринималось намного проще, но повторюсь, моя цель во второй половине нашего курса этот месяц и следующий показать вам, как в принципе ведется исследовательская работа. Я беру некие материалы, которые я сразу отбросил в свои книги, я над ними не работал, потому что я понимал, насколько, во-первых, это спорно, а во-вторых, насколько требует большого ресурса для продумывания, а просто в-третьих, элементарно не совсем подходило туда по теме. Но то, что меня зацепило и заинтересовало, я показываю, как это буквально чуть ли не в режиме, онлайн, то, что я здесь набрасываю, это, в общем-то, мало чем похоже на то, что я вам говорю. Все в процессе. И для меня всегда показателем неким подхода к чему-то ценному, важному было как раз затруднение речи. То есть, если вы можете в принципе нормально говорить, легко, свободно, и неожиданно ваша речь затрудняется, вам сложно на это вырастить, высказать, вы находитесь на том самом пороге, который, в общем-то, вы искали. Когда человек о сложных вещах будет очень просто, гладко и понакатанный, у меня, если честно, доверия этому нет абсолютно никакого. То, что Лакан называл лот-мизу, это вращение к страшному понятию истины, которое у Лакана является сугубо негативной категорией. про то, что такое истины, как она захлопывается, я думаю, мы начнем уже разговор в следующий раз, так же, как и о концепции жуткого понимания молодого Долара. Да? Может быть, мой вопрос глупо прось звучит, но можно ли сказать так, что человек это божественный двойник, двойник Бога? А, человек, естественно, исходя из христианской докторины, отражения, двойником Бога, если двойником, значит, отражением, если двойником, значит, и тенью, и тенью, как вы помните из предшествующих моих занятий, где я вам чертил схему замечательно, топологию зла, именно поэтому человек является злом. Я повторюсь, не нужно понимать злом буквально, в смысле слова, это то, что существует на символическом пространстве, но, исходя из того, что отсюда и страх, человек двойник, мы двойник, во-первых, а во-вторых, естественно, в данном случае оказывается, что злом-то являемся мы. Ладно, давайте тогда до следующего раза. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok